Морозная пелена, которая накрыла Уфу в последние три дня, начала доставлять проблемы не только горожанам. Трудности появились и у птиц, которые решили не пользоваться возможностью улететь и остались зимовать в Башкирии. За мечетью Ля-Ля-Тюльпан есть небольшая тропка, которая усеяна шелухой от семечек. Из местных кормушек за день подкрепляются сотни птиц. Тут мы и встретились с орнитологом Эльзой Габасовой, чтобы узнать, как мороз переживают пернатые. Фаталь, наверное, от минус 50 и ниже. А так, если птица сытая, в принципе, она легко переживает такой холод. Поэтому в такие экстремальные погодные условия орнитологи рекомендуют подкармливать птиц. Потому что у них обмен веществ ускоренный, не такой, как у нас, им постоянно надо есть, чтобы получать энергию для своей жизнедеятельности. Оказалось, что некоторые птицы не только не покидают республику, но и специально прилетают сюда на зимовку. В зимнее время в городе Уфе было встречено где-то около 90 видов птиц. К нам сюда из северных районов и соседних регионов прилетают зимние мигранты. Это, например, свиристели, клесты, щуры, снегири, рябинники. Ну, их много, в общем-то, чечетки. То есть они съедают сначала у себя там в регионе все, что они едят, и прилетают за поиском корма в наш регион. Наш население очень активно поддерживает такую деятельность, да, в такие морозы подкармливают не только мелких птиц, но и вот остающихся на зимовку водоплавающих птиц. С водоплавающими птицами получилась интересная ситуация. Мы привыкли наблюдать, как, например, утиный клин улетает на юг, когда становится холоднее. Но все больше кряков тоже остаются в Башкирии на зиму. Чтобы переждать минусов сытости, они даже научились общаться с горожанами. Любого рода сбросы с предприятий, да, с электростанцией, с ТЭЦ сбрасываются в воду промышленные стоки, тем самым повышая температуру воды, и лед не образуется в зимнее время. А это позволяет, например, уткам, ну, добывать себе пищу без труда. Поэтому зачем улетать на юга, совершая такие многокометровые перелеты, да, когда можно остаться здесь и перезимовать спокойно. Приспособились у нас кряковы, да, выпрашивать корм даже в тех местах, где нет воды. Но они знают, что население приходит, они причем прилетают именно к определенному времени, когда самое большое количество людей ходят и отдыхают в этих местах и выпрашивают корм, даже щипают вот за брючину. Да, давайте нам корм. Так чем можно поддержать чирикующих и крякающих попрошаек, чтобы нынешний невиданный мороз не навредил им? Совет орнитолога такой. Кормить их нужно с умом, чтобы самим не создать птицам проблем. Действительно хлеб не рекомендуют давать ни белый, ни черный. Лучше всего распаренное зерно, пшеницу, овес, вот такие вещи давать, геркулес можно давать. Да, они переваривают, может забродить хлеб в тракте, да, пищеварительно. Пшеном тоже не рекомендуют, потому что пшено – это очищенная проса. А просом можно, потому что именно пшено без шелухи, оно быстро загнивает, заплесневеет и тоже может привести вот к летальному исходу. Можно в зоомагазине приобрести зерносмесь для лесных птиц, они продаются, эти зерносмеси. Особое внимание орнитологов сейчас приковано к водоплавающим птицам. В Уфе 20 участков с открытой водой, где в холода могут зимовать в том числе и краснокнижные птицы. С 14 по 15 января в Уфе пройдет акция «Серая шейка». В эти дни каждый житель республики может помочь ученым подсчитать количество зимующих особей. Как сделать это правильно, можно узнать на сайте ufabirds.ru или по ссылке, которую вы видите на своих экранах. Егор Полторыхин, Анастасия Никишина, Инургиз Газимулин, телеканал ЮТВ.